привет ребят привет давно мы не гуляли да мы решили что пора рассказывать новости да кстати наши прогулки мало кто смотрит на самом деле но если вдруг смотрят новенькие то подписывайтесь на канал чтобы не пропустить следующие видео и клацайте на колокольчик и пишите комментарий и много-много всего там делать и кацайте на товар да это помогает нашему каналу кстати очень чуть-чуть но 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 приятно не на самом деле кликанье на товар очень помогает на что просмотру сейчас я не знаю почему очень мало и грустненько меньше смотрит потому что меньше распаковок стала но сейчас и нас поймите пожалуйста не хотим набирать коробки потому что их нужно будет перевозить мы же их не выбросим правильно жалко у нас есть грандиозная идея крис уже говорила после переезда сразу будет не будет тема тема рассказывать никто что будет понятно тема тема это уже значит что классная сто процентов нет это точно будет но ну кто распаковки сильно будут смотреть а мне нравится прогулки я люблю я себя так на расслабоне чувствую на прогулками удобненько в принципе обычная наша прогулка только еще с камерой ну да в принципе да мы мы всегда раньше вот кстати хотите знать когда мы не снимали вот прогулки вот это все почему мы в принципе решили снимать прогулки мы все равно гуляем да мы гуляем не не поэтому потому что мы когда гуляем и все равно что-то обсуждаем мы всегда вот анализируем какие-то ситуации разговариваем прогулка кстати это вот с тех пор как у нас тортик появился мы мы и так как бы немало разговаривали а на прогулке еще чаще начали все равно приходят другие мысли домом чем-то или заняты или каждый занят своим делом или мы отдыхаем смотрим телек там телевизор да или или ты в компе я в компе все равно как бы вот тут есть возможность пообщаться и да да и мозг чуть-чуть расслабляется и где-то он и напрягается зависит уже какую тему начинаем обсуждать давайте расскажем вам чего у нас новенького что там по поводу продажи дома на новости так себе сразу говорим да нашли мы покупателя но не говорили об этом потому что не все было ясно как не было ясно вначале все было очень ясно мы радовались но не хотели это спугнуть знаете я имею ввиду что это процесс такой долгий на самом деле не занимает около месяца в среднем если это не кэш сделка через банк пока банк одобрит пока инспекция туда-сюда короче у нас уже все уже была инспекция уже последние почти три недели да вот у нас был клиент ну покупатель который был готов купить дом и и почему я говорю что было не все ясно потому что ну сделка может сорваться в любой момент и она сорвалась до обидно потеряли время но она сорвалась по причине семейных обстоятельств то есть женщина которая хотела купить дом потеряла сына до ему было 30 лет и он умер от рака я не знаю мы конечно такие детали не уточняли нам просто сообщил риэлтор это ужасно как бы потому говорю что то что у нас там и месяц потеряли это вообще фигня сравнительно с тем что какая трагедия случилась покупатель то есть сейчас пришлось заново все выставлять мы уже считаете где-то две недели даже не у нас никто не смотрел дом как бы мы собирали весь и уже вы помните мы говорили что уже ищем трейлер уже все было такое что мы переезжаем на что в сентябре у нас уже была дата день когда будет произведена вот эта сделка ну и все мы уже на расслабоне что надо искать квартиру надо хорошо что мы кстати не ничего так и делали за пару дней до того как мы узнали что сделка отменена я уже смотрел хотел забронировать дом искал дом или там house на там пять-шесть дней но флориде поискать чтобы перевести часть вещей с трейлером мы вам говорили про наш план грандиозный и вот я тут уже чуть не забронировал уже нашел пару домов классных таких с бассейном туда-сюда и недорогих и этой же причине кстати я и к стоматологу пошла потому что я думала пока там флориде найду своего врача пока вот это все здесь хотя бы есть ну короче решили все сделать такое важное что потом там пока устроимся чтобы не надо было там какие-то лечения сейчас вот думаем пойти сдать анализы крови там все такое подготовить тортику все вакцины поставили но все равно нужно время пока найдем ветеринарку ветеринара хорошего как бы да там за шишки важнее все заново выходит что как заново начинаешь потому мы решили здесь все это сделать очень хорошо что мы ничего не забронировали сейчас опять же начали ходить смотреть дома это все напрягает это все настроение плохое из этого потому что они потерянные дни потому что в блин ничего невозможно делать когда смотрят дом позавчера у нас было семь шоулингов за весь день это представляете это очень много на самом это это потерянный день мы сидели на улице и так солнечно 28 градусов небо чистое не облачко до самый крутой день для для гриля для бассейна для вообще обалденный день и и этот день мы ничего не могли делать до 8 часов вечера понимаете да у нас допоздна были шоу представьте себе сейчас 7 часов вечера а у нас видите кто у нас тут мороженщик да и честно говоря он нам так надоел со своей музычкой если бы еще у него были нормальные динамики колонки знаете то это было бы нормально а так вот этот рвущийся звук весь вечер до 9 часов вечера бесит реально не меня бесит когда он в 9 часов вечера вот так вот орет да потому что я вот не представляю себе чтобы у меня был маленький ребенок допустим и видите он именно по жилым районам идет не где-то там где вот публичный парк или что такое и вот я представляю себе я там ну чаще всего в 9 часов ребенок уже должен идти спать правильно и он берет и вот с этой мелодией сбивает сон моего ребенка допустим или ребенок слышит мороженое и такой мама папа мороженое ты говоришь уже поздно уже нельзя мороженое кушать и начинается мороженое солнце по любому так будет ну я говорю что для меня это ненормально я бы не была довольна до 7 часов вечера окей но точно не в 9 нет просто прикол в том что до 7 он где-то там слятся по другим районам а вот 7 до 9 он приезжает и крутится вокруг нашего дома такое ощущение по крайней мере в доме потому что здесь жилые районы солнце там он где-то в парке кто в 7 вечера уже в парке не очень тусуется но потом уезжает и я часов в десять и сижу такой да да музыка еще в голове но если честно я вот всегда говорю у меня ассоциация с этой музыкой нехорошая потому что я помню мы смотрели там сериал один шпионка черный список нет а шпионка помнишь в этом сериале случилась трагедия кто смотрел тот знает там именно связанное с мороженщиком да и вот с тех пор всегда когда слышу эту мелодию у меня сразу плохие ассоциации мне нет ассоциации типа о мороженое хотя в фильмах раньше в детстве да смотрели эти американские фильмы и думаю о круто а сейчас вот это нет этот сериал вообще подорвал доверие конкретно да да на самом деле кто их контролирует реально кто контролирует их имеют они право вообще с детьми как-то контактировать короче да тема конечно такая себе если что ну вы знаете у нас в прогулках любая тема может быть тут уже это уже как пойдет мы не заготавливаем тем чтобы вы знали кто пробовал пиццу а прикиньте мы заплатили мороженщику чтобы он такой проехал мимо нас что мы сказали типа знаю мы показали вам рецепт пиццы да очень интересно если вам нравится как вообще кто попробовал пишите а еще ребята мне пришла идея в голову такая решила спросить как вы смотрите на то чтобы я вам показала свою любимую посуду я знаю что нас смотрят и мальчики но я думаю что в принципе почему мальчикам не должна нравиться красивая посуда я считаю что это будет несправедливо если кому-то я могу показать свою посуду там бокалы для виски бокалы для вина стопки ну все такое интересное самое да кстати давай сделаем так я покажу свою а ты покажешь свою в одном видео тогда и мальчикам и девочкам будет интересно а еще твой подарок придет да точно кстати и там вообще будете короче я вас интригую но реально что-то прикольное придет все вот так вот мне прикольно ну да тебе ну мой подарок ну да так что вот так вот что еще интересно ну это грустная новость была конечно мы расстроились с домом потому что потеряли время да не времени только мы уже все мы уже живем в Флориде в своей голове понимаете у нас все у нас нет вещей у нас нету наших мы все собрали практически у нас остались там диван стол какие-то мелочи кстати наверное может кто-то задавался вопросом почему Вик постоянно в одном и том же меняет только три футболки кстати да у меня все вещи в чемоданах я оставил себе ручную кладь несколько спортивных футболок пару две шорт одни штаны и все я готов был уже переехать потому что да потому что мы уже знали что все у нас есть покупатель понимаете и все сделка уже была почти завершена мы в принципе не должны присутствовать при при продаже понимаете мы уже настроились что мы подождем чтобы точно точно там осталось последнее письмо понимаете и вот так случилось и если бы мы получили это письмо уже с подтверждением мы уже поэтому и пытались арендовать дом мы уже хотели уехать в Флориду сделать ой у нас еще такие грандиозные планы были мы хотели уехать в Канаду конечно мы еще не все узнали надо узнать если с тортиком можно мы уже с подружкой мы и договорились и мы должны были ехать туда отдыхать пересечься где-то у Ниагары Фоллс на стороне Канады да мы хотели сейчас пока это не известно это конечно в планах осталось потому что 1 сентября у нас 10 лет как мы зарегистрировали нашу ячейку общества и мы решили себе сделать вот такой подарок ты поехать в Канаду на Ниагарский водопад и для этого как бы единственное что осталось это узнать если с тортиком все без проблем будет потому что мы смотрели дома там вроде можно с собакой все окей но насчет пересечения границ я не знаю вот с ковидом вот это все еще там много законов вышло новых надо все узнать мы вакцины не сделали мы такие вот негодяи ну что делать это сомнения эти знаете терзают не потому что не доверяю я в принципе вакцины не любила никогда на войне о вакцинах что ну да это да опять же заносит нас мне немного да потом что это вот еще новость что еще по новостям бассейн запачкался не знаю почему кстати вот я считаю что это вообще несправедливо а ты как считаешь я тоже так считаю был такой чистый чистый и раз я его главное пропылесосил а он на следующий день взял и замутнился и кстати проверили воду именно помните мы показывали вам как мы проверяем воду вода чистая 90 процентов а почему-то помутнело надо фильтр почистить просто я думаю что будет все окей да просто вид портится да да вот это вот сейчас люди приходят смотрят дом но в принципе все хорошо так если взять инспекцию мы прошли в принципе почти идеально там придрались были придирки ужасные на самом деле типа замочек у бассейна трещинка какая-то там перилов укрепить прикиньте приходит реально письмо и с требованиями что не так от инспектора типа что замочка нет на двери в бассейн то есть на бэкярде на заднем дворе я звоню риэлторшек говорю ну это смешно это смешно какой замочек реально я когда в дом заехал там было только колечко для крючка крючка самого не было и я снял это колечко потому что постоянно царапал об него вещь и я его раскрутил полностью вытащил она говорит ну может они придрались из-за этого потому что страховка вероятно просит страховка на дом скорее всего просит чтобы был лак то есть замок на двери бассейна для детей или вот что-то такое я живу в доме 4 года за которые я поменял 3 страховки ни одна страховка у меня не спрашивала есть ли у меня лак на двери в бассейн понимаете они просто спрашивают есть бассейн да какой в земле который или над землей все вопросов нет да кстати и еще что там было такие мелочевки типа там один кран не очень хорошо вода стекала ну там где бреется да 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 мы это расскажем чтоб все знали ну да что ну это все было починено за три секундочки так что это не проблема ай и мы все починили в принципе у нас все сейчас мы не поставили замочек конечно мы не исправили эти перила потому что они нормальные это уже придирки они просто хотели еще чуть-чуть чтобы мы скинули цену мы не согласились ну мы согласились на 500 долларов мы и так скинули 5000 изначально а потом еще 500 но это не важно это уже не важно это ничего не изменит то что мы скинули и не скинули и все вот это чуть-чуть сбило нас конечно еще этот зуб ну мне уже лучше с зубом сегодня кстати вообще уже намного лучше осталось там еще чтобы еще не до конца там все починилось но мне лучше я могу кушать уже вроде как и уже и настроение появляется и поснимать хочется уже все уже все стало намного лучше кстати ребят вы знали что в Коско нельзя снимать оказывается мы вообще в шоке вот этот кусочек который был в видео с дилерскими с электрокарами кстати почему никто не смотрел электрокары вы что гоните такие классные машинки обронка вообще сказка а не машина блин теперь машина моей мечты 100% не он дорогой правда 82 тысячи как бы ну ну это 65 она стоит без в такой комплектации но без этого всего без этих наворотов высокий такой без этой подвески без этих колес он не так будет смотреться и не так будет его хотеться короче неважно заходим мы в Коско гуляем гуляем ну вы видели снимаем 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 я отхожу куда-то в сторонку с тележкой подъезжаю обратно Крис смотрю она стоит разговаривает с с кем? с менеджером из security подхожу спрашиваю что случилось и слушаю нельзя снимать спрячьте камеру а я и не снимала кстати когда они подошли ко мне я уже не снимала я рыбку вот сняла непонятно и просто шла с камеры но не снимала я ее держала внизу и бузят такие серьезные вы не имеете права снимать а Крис говорит а как это я не имею права снимать где написано что я не имею права снимать на двери нет знака никакого нигде ничего не написано а она мне говорит типа прикиньте а нигде не должно быть написано потому что это приват приватная территория да типа из-за того что короче сейчас объясню в чем прикол вы можете снимать в любом на самом деле магазине но этот магазин он идет с membership да вы не можете просто зайти в этот магазин вам нужна членская карта да вы должны быть как бы участником группы секты тусовки и короче я чуть-чуть спорила сперва на самом деле я могла до спорить они начали мне что они вызовут полицию там такие понты реально вы хотите чтоб мы вызвали полицию спрячьте камеру и хватит снимать а я и говорю я не снимаю я говорю я вот снимала буквально пару недель назад говорю вот в этом локейшинге а она берет представляете притворяется что звонит вот так всегда когда детки продают лимонад у меня нет денег у меня нет с собой денег видите дети там продают ну я не буду детей снимать их нельзя снимать была в другом магазине и покупала и снимала спросила даже менеджера он сказал да без проблем помните с просроченными печеньками я кстати спросила менеджера можно снимать он сказал да идея в чем что она притворилась она взяла телефон притворилась что звонит типа в этот локейшинг она говорит мне через пять секунд я честно вам говорю ну семь секунд это даже десяти секунд не прошло я вот сейчас позвонила типа ваш район и спросила и никто вам не разрешал снимать во-первых она не знает мое имя и кому разрешали кому нет ничего не знает просто лишь бы сказала короче я очень сильно расстроилась я спросила ее имя я позвонила в Коско поговорила с менеджером по маркетингу короче я поговорила где-то с тремя следующий день целый день была на телефоне во-первых это неправильное отношение где ты мне говоришь я сейчас вызову полицию с каким вопросом я не снимаю что я снимаю для чего я снимаю окей нельзя ты можешь подойти и нормально сказать нельзя снимать да можете пожалуйста не снимать а здесь такие бузы начались знаешь что мне сказала менеджерс кстати по телефону что это главное она как бы general manager была понял я спросила про имя и типа скорее всего она просто посчитала что она имеет право так с вами разговаривать но нет это не так мы обязательно с этим разберемся типа она получит свое типа типа с ней поговорят главные менеджеры типа просто ее поведение типа надеемся этого больше не повторится на самом деле снимать оказывается просто так нельзя в Коско это есть на официальном сайте мы поискали все мы по узнавали это правда в Коско просто так снимать нельзя надо ну это наверное все таки как мне объяснил менеджер еще зависит от магазина как они относятся как менеджер реагирует на это как бы по факту очень редко запрещают да ты должны вы должны получить пермит но это типа не так что это строго но в тот момент когда мы снимали если вы помните где кресло Вик катался на кресле рядом с нами я не знаю либо работник кто-то короче разлил большое количество вина он разбил блок вина много бутылок вина разбито было и на полу валялось и короче сильно намусорили может они запереживали что я сняла это понял может они не захотели чтобы это куда-то попало ну в ютубе или куда-то понял да им короче за что нигде не роняют не бьют бутылки что ну может там что-то особенное солнце откуда я же не проследила мне было пофиг я не снимала это как кто-то что-то уронил мне все равно было ну это не важно это даже не важно что попало в кадр что не попало что куда-то могло утечь знаешь проблема в том что в обращении как она обратилась она очень грубая была грубо да она мне начала говорить типа я сейчас вызову а кстати буквально через две фразы я ее не грубила я говорю а почему просто спросила она мне говорит я вызову полицию я на нее смотрю серьезно и говорю вызывайте а что полиция сделала я ничего не нарушила вы снимаете я говорю окей что мне сделает полиция она вам скажет что вы покинули Ковск я говорю ничего она мне такое не скажет вы что шутите я с законами в принципе знакома она поняла что у нас акцент я так подумала честно я вам скажу все равно у нас любой американец спалит что мы не американцы как бы по акценту это сто процентов и она решила что она имеет право так разговаривать я ей в лицо сказала что я реально ей сказала вы не переживайте типа вы мне скажите ваше имя я обязательно позабочусь чтобы вы это обращение прекратилось а она такая типа окей окей но ты типа больше не снимай буквально раз я не знаю ну раз десять она сказала что вы не должны снимать вы поняли вы не должны я говорю да я поняла все хорошо все равно сидела ой короче я аж запыхаюсь я очень сильно нервничала ой опять у нас долгое видео получается потому что давно не было прогулки новостей много это даже хорошо с одной стороны но с другой стороны не знаю главное вы досматриваете до конца опять не в конце мы говорим досматривали до конца нужно поделать бывает ну для тех кто досмотрел до конца следующее видео тоже досматривайте до конца спасибо что смотрите наше видео нам приятно на самом деле что нас смотрят что вам интересно и все мы уже бежим домой готовить ужин и отдыхать сегодня ну да а то находились наделались наснимались кроме того ладно ребят удачки вам берегите себя всем солнышко пока пока пока